Здравствуйте, мои дорогие зрители! Не так давно у меня был обзор верхней одежды из магазина Каляев, где подверглись критики вот эти вот пальто с воротником. Сказали, что это фу, прошлый век, старомодно, так уже не носят. Я придерживаюсь такого мнения, что важно не что, а как и с чем. И я решила бросить вызов себе и вам, и пойти примерить еще раз эти пальто. Я взяла 52 размер, чтобы был достаточный объем. 50 был бы вполне достаточен, но не было такого размера. И вот так вот я в этом выгляжу. По-моему, вполне элегантно и совсем не ужасно. Стоит это пальто 15 тысяч. Здесь в составе шерсть 80%. Натуральный воротник. Причем его можно снять. Что, конечно же, хорошо и повышает вариативность ношения этого пальто. Ткань у этого пальто мягкая. В отличие от следующего пальто. Здесь тут же съемный воротник. И ткань здесь такая похожая на сукно. Само пальто держит форму. Мне оно, честно говоря, больше понравилось и по материалу, и по фасонам. Вот надевайте его с чем-то современным. И вполне современно оно выглядит. В любом случае, мне кажется, мех в любом случае украшает женщину, чтобы кто-то мне говорил. Я, конечно, понимаю защитников животных. Здесь, вот видите, такая выточка, подкрой. Моя мама это очень любит. Говорит, что это делает общий вид стройнее. Здесь тоже есть пояс, но он здесь совершенно лишний. Единственное, эти пальто, они маломерят. Я надела 48 размер. И оно у меня прям узенькое. Я бы взяла здесь 52, но не было. Следующее пальто цвета Camel. Тоже с воротником, который отстегивается. Вот здесь вот противоугонное средство. Прямо на воротнике. Это, конечно, какой-то вандализм. Предыдущие два пальто были бренда Ideka. А это какой-то другой бренд. Я покажу вам его бирочку. И здесь 46 размер. Стоит он на 14 тысяч. Здесь 80% шерсти, 2% кошенира. Остальное синтетика. Хорошее пальто. Вот эту вот кнопку я бы сразу отрезала. И единственный минус у всех этих пальто, у них узкий рукав. И не все их можно купить на сайте. Многие только в наличии в магазине. Все пальто, которые я вам найду, я ссылочку оставлю внизу в описании под этим видео. Ну и учтите, что они маломерят. Ну и еще, что я вам не показала в прошлом видео, это натуральные меха. Натуральные шубы. Вот, например, такой полушубок из лисы. Синего цвета. Конечно, не очень практично, потому что у него короткие рукава. Но очень эффектно. Я мерила в 46 размере. Стоит на сейчас 70 тысяч. Тоже, к сожалению, не все они есть на сайте. Вот это, конечно, более практично. И вообще шикарно выглядит. Но тоже на сайте осталось только без капюшона. С капюшоном вообще шикарно. Почему я не показала их в прошлом своем видео? Ну, потому что на самом деле шубы у них есть, но я так понимаю, что скоро не будет. Потому что у меня есть инсайдерская информация, что у них была собственная ферма, и они ее продали, закрыли. В общем, скоро своего производства шуб у них не будет. А жаль. Если бы я сейчас искала себе шубу, я бы купила себе, конечно, вот такую классическую модель. Хотя я давала себе слово не покупать верхнюю одежду с английским воротником. Но все-таки это очень красиво. Ну и поскольку я тоже отношусь к защитникам животных, то я все-таки не собираюсь покупать себе новых шуб. Я буду донашивать свою старую, и вас тоже к этому призываю. Почему мне жаль, что они больше не будут производить своих шуб? Потому что, ну, вот эта шуба, например, стоит 109 тысяч. А если вы решитесь купить модную перешитую шубу, то это будет вот 440-460 тысяч. То есть раза в 4 побольше. А это тоже перешитые, но другой производитель. Вот песец стоит 250, например, тысяч. А мы с вами видели новую за 135, по-моему. Норка перешитая стоит 280. А это шуба в Каляев стоит 160 тысяч. 48 размер. Ну, тоже такая классика. Просто предыдущая была более короткая. Это длинная. Конечно, она актуальна для тех, кто носит юбки и платья зимой. Ну, и там не было карманов видно. Здесь они есть. Ну, и опять же, английский воротник, который я, конечно, ругаю, но сама ношу. Для тех, кто хочет что-то более практичного. Вот есть шуба с такой стойкой. Горло будет закрыто. Или вот такая вот шубка с таким воротником. Тоже очень актуальная. Вы видели, предыдущие шубы были все без воротника. Вот так вот она застегивается на магнитик. Многие шубы так застегиваются. Не стану вам показывать синицы на ничего, потому что она там была единственная. Может быть, ее там уже и нет. Все это я примеряла в торговом центре Коламбус, рядом с метро Пражская. Я, конечно, не очень разбираюсь в мехах, но мне кажется, они там очень качественные. Такая норка плотная очень. Я думаю, что это даже с чем-то скрещенное, потому что он очень такой пушистый мех. Стоит такая шуба 165 тысяч, 166. Есть шубы из овчины. И здесь, конечно, нужно искать. Не все они, скажем так, одинаково полезны. Такая шуба из овчины стоит 35 тысяч. Ну, не знаю. Вот это как раз сложно здесь говорить о моде. Вообще, почему из овчины шьют какие-то странные модели? Ну, вот это вот еще ничего с капюшоном. Вот это прям, скажем, не очень. Они еще такие тяжелые, все эти шубы из мутона. Ну, вот если что-то выбирать из натуральной овчины, то что-нибудь вот такое вот яркое, коротко стриженное. Она еще так полегче. Либо же вот такую я примерила. Это тоже овчина. Явно ребята вдохновлялись в фенде. Ну, хорошо выглядит, ничем не могу сказать, эффектно. Здесь тоже есть пояс. Вы знаете, я их не люблю. Ну, и сзади она так выглядит, эффектно. В общем, эффектная шубка. Вот такой вот пояс двусторонний. И стоит она 45 тысяч. В 48-м размере я ее мерила. Или вот тоже шуба из овчины. Тоже интересная, необычная. Стоит 58 тысяч. Ну, не сказать, конечно, что дешево, но во всяком случае она стоит этих денег, мне кажется. Ну, и еще одно такое вот пальто, шуба. Не знаю, как это назвать. Тоже с воротником. Астроган. Не знаю, кто это такой. 45 тысяч стоит этот астроган. Синий, эффектный. Ну, конечно, мех и все такое. Это смотрится эффектнее, чем пуховики. Что уж там говорить. Не знаю уж, кому это старомодно. Мне кажется, красиво. Женщину меха украшают. И если уж животные здесь отдали свою жизнь, то все-таки, можно сказать, что не зря. А вот на эти шубы, я надеюсь, пошли шкуры мясных пород. Правда, и стоят они 12 тысяч. Что-то овчина. Ну, вот это как раз... Не сказать даже, что старомодно, но мне кажется, это весьма безвкусно. Здесь разные меха, какая-то отделочка. Здесь и песец, и норка, и овчина. Вот здесь мне животных жалко. Жду ваших комментариев, лайков. Переходите внизу по ссылкам в описании под этим видео. И до новых радостных встреч. Всем пока.